Андрей веселый и светлый мальчик, ему 4 года, он старше в семье. 4 месяца назад у мальчика стал болеть живот, а беспокойные родители прошли полный курс обследования. Тогда специалисты впервые предположили, скорее всего это опухоль. Нам делают МРТ с контрастом, если есть раковые какие-то клетки злокачественные, то они начинают подсвечиваться в организме. И 29-го мы поняли, что это точно злокачественная опухоль. Соответственно, было назначено дальнейшее обследование. Страшный диагноз. Чтобы поставить его малышу, медики проверяли биоматериал и не единожды. Сначала в онкологическом центре «Надежда», затем в московском центре имени Рогачева. Все. Все, спасли здесь они? Да. Изначально врачи поставили диагноз нейробластома. Опухоль засела в области брюшины. Мальчик даже прошел два курса химиотерапии. Но состояние ребенка, несмотря на агрессивное лечение, не изменилось. Позже анализы показали, что это очень редкая форма рака – саркома Юинга. А значит, нужна другая терапия. Тоже злокачественное образование. Оно не менее агрессивное. По сложности они стоят где-то на одном уровне. Но по редкости заболевания оно встречается реже. Если нейробластома – это один к ста тысячам, то саркома – один к миллиону. Эта форма рака известна своим молниеносным течением. Буквально за полгода она уже может дать метастазы в органы. И без нужного лечения Андрей обречен. Всего за четыре месяца опухоль выросла до 10 сантиметров. Сейчас она уже подходит к спинному мозгу. Немецкая клиника предложила ребенку пройти терапию у них. На это нужно 350 тысяч евро или 32 миллиона рублей. Что для барнаульской семьи неподъемно. С помощью родных и близких они смогли заплатить первый взнос на обследование Андрея. Но нужна вся сумма. Счет идет буквально на часы. Сам Андрей о своей болезни не знает. Родные оберегают его детство. А ребенок растет любознательным. Так летом он подружился с целой бригадой рабочих. Так нас все рабочие знали. Как только трактор останавливался. Значит мы нам разрешили уже на него залазили. Они уже с ним здоровались. Махали ему рукой. Мы залазили на трактор. И там по два часа, по три часа сидели. И все-все изучали. Сегодня Андрея госпитализировали. Начался третий курс терапии. Но ему очень нужно специализированное лечение. И ваша помощь. По словам родителей, благотворительные фонды не могут помочь. Они не берутся за такие редкие заболевания. Помочь мальчику, который просто хочет жить и радовать маму и папу, может любая сумма. Ну да. Да. Молодец. Молодец. Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком. Молодец. Никита Ермаков, Николай Шелко.